ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полицейские задержали подозреваемых в перевозке трупной партии наркотиков. Машину с уфимскими номерами, в которой сидели двое молодых людей, сотрудники ДПС остановили на посту Зелёновка. Недалеко от Тольятти повод для знакомства – проверка документов. Как рассказали силовики, водитель и пассажир заметно нервничали. Были остановлены понятые и принято решение о производстве досмотра. В ходе досмотра были обнаружены большое количество целлофановых пакетиков, электронные весы, был обнаружен пакет, в котором находилось большое количество свёртков, в которых находились вещества коричневого цвета, вещества зелёного цвета растительного происхождения. Как показала экспертиза, в брикетах было упаковано больше двух килограммов синтетических наркотиков. По словам одного из задержанных, везли спать в Москву, забрав из Самары. Связь с заказчиком держали через интернет. Прибыль обговорилась сразу, это было порядка 150 тысяч, 100-150 тысяч. Сейчас идёт следствие. Оба подозреваемых уже дают признательные показания. Если их вину докажут, им грозит до 15 лет лишения свободы. Цепочка сбытчиков также устанавливается. Бывший зам главы администрации железнодорожного района Самары предстанет перед судом. Согласно материалам дела, чиновник брал деньги у предпринимателя. Общая сумма, которую он получил, 50 тысяч рублей. Подозреваемый заверял бизнесмена средства, пойдут на нужды администрации, в том числе на подарки ветеранам. Правда, подарок, по версии следствия, преподнёс он только себе. В настоящий момент известно, что мужчина причастен к двум эпизодам мошенничества. Уголовное дело будет рассматривать суд железнодорожного района Самары. Директор данной фирмы обратился в правоохранительные органы, указав на то, что неоднократно помогают денежные средства, в связи с чем в ходе оперативно-рискных мероприятий заместитель главы при передаче денежных средств был задержан. Данное уголовное дело завершено, тоже снова винистное исключение и направлено в суд для рассмотрения по существу. За сутки 127 преступлений, больше всего краж. Кроме того, не обошлось без убийств, грабежей и мошенничеств. Примерно половину дел уже раскрыли. В Тольятти полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ограблении водителя фуры. Жертвой преступника стал 32-летний дальнобольщик, приехавший в Тольятти за грузом. Автомобиль у мужчины сломался, и он был вынужден ожидать помощи. Неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал у водителя 300 долларов США за беспрепятственный проезд по городу. Сейчас идет следствие. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Если вину задержанного докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Девять пожаров в области за сутки. Четыре из них в жилом секторе. Так, в подъезде дома в промышленном районе Самары загорелась электропроводка. Огонь мог перекинуться на квартиры. Вызов на пульт дежурного поступил в 5.36 утра. К месту пожара прибыли 14 человек личного состава, 4 единицы основной и специальной пожарной техники. При пожаре пострадала женщина, эвакуировано 16 человек. Пожар был локализован в 5 часов 49 минут, ликвидирован в 5 часов 51 минуту. Причины возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.